Привет всем! Сегодня очередной выпуск, довольно традиционный для меня и совершенно нетрадиционный для современных СМИ, когда мы пытаемся посмотреть на какое-то явление с двух сторон, с положительной и отрицательной. В данном случае мы будем рассматривать период, начиная с 1960 года, когда была очень актуальна в мире космическая гонка. О господи, опять он пришел. Киса тут у меня бегает и не одна на самом деле, но вот этот очнулся. Но вы не обращайте на него внимания, бывает. Это было навеяно, ну точнее как навеяно. Я просто предложил моему коллеге Егору Яковлеву снять выпуск про детей Сталина. Мы сняли и там, помимо прочего, поговорили про дочь Светлану Аллилуеву. У нее еще была ее дочь, соответственно, внучка Сталина. И вот, соответственно, про космос и про Светлану Аллилуеву и про внучку Сталина мы сегодня и пообщаемся. Надо сказать, что я был пару раз в Соединенных Штатах Америки, наснимал там огромное количество материала. Часть я выкладывал себя на канале, вы можете посмотреть, это там около 4 лет назад было, даже какие-то выпуски еще раньше. Часть мне до сих пор так и не окучить. И вот сегодня вы увидите, ну не хочу сказать эксклюзивные кадры, но в принципе я думаю, что не так много мест, где вы это можете увидеть. Репортаж в данном случае из музея космонавтики в городе Вашингтоне. Я вообще настоятельно рекомендую, если у вас, конечно, будет такая возможность, если вы окажетесь там за океаном, обязательно посетить Вашингтон, потому что это один из лучших музеев, точнее музейных городов мира. Ну, они там все разные, эти музеи, все совершенно обалденные и все бесплатные, что самое главное. Например, Национальная галерея там есть, где висят, помимо всего прочего, полотна, проданные большевиками разным людям. Там есть два полотна Рафаэля, одной из которых была любимая картина Александра I, Святой Георгий. И я все никак не соберусь делать об этом выпуск, потому что там надо прочитать пару книжек, точнее одну перечитать, а вторую прочитать. Но когда-нибудь, может, и об этом расскажу. Я это все дело снимал. Там есть музей истории Соединенных Штатов Америки. И вот у меня был выпуск, например, почему США выиграли Вторую мировую войну. Я кину ссылку из серии РЧВ, опять-таки, потому что аудитория обновляется, не все это видели. То есть там вот прям показано, как освещается, например, ход Второй мировой войны в Американском музее. И, конечно же, если человек с незамутненным сознанием туда попадет, то он выйдет с полной убежденностью, что основные боевые действия велись прекрасной Америкой. Ну, еще немножечко с союзниками. Ну, и буквально там на маленький коготок еще вот это The USSR там что-то там шевелилось, как бы. Ну, так, чуть-чуть. А так-то мы самые главные, мы супер-пауэр. И, в общем-то, финал этой экспозиции как раз и заключается в том, что Америка теперь сверхдержава и, в общем-то, повелевает всем миром. Это практически открытым текстом там написано. Это все есть у меня в выпуске. А вот в Музее Космонавтики совершенно иной калинкор. Там, ну, надо сказать, берет такая гордость тебя за душу. Потому что из песни слов не выкинешь. Это медицинский факт. Мы реально опережали во многих областях Соединенных Штатов Америки. Они реально нас догоняли. И это, надо сказать, там отображено. Ну, собственно, давайте прогуляемся по той части экспозиции, которая интересует непосредственно нас. Я прошу прощения, там, звук просто с камеры пойдет. Ну, я не ставил себе целью сделать там нечто фешенебельное. Снимался обыкновенного хэндикама. Но все, что там вы увидите, я думаю, вам все будет понятно. Ну, вот, например, MiG-15. Наша разработка. И авиаконструктор Стечкин представлен, ну, понятно, что среди других авиаконструкторов. Это пока еще такой небольшой стендик. Да, иногда я буду отражаться там в своей футболочке с советским гербом в зеркале. Вы тоже на это старайтесь не обращать внимания. Следующий экспонат не относится к предмету гордости СССР, но просто он оказался там, я не мог не снять. Это первый реактивный самолет Мессершмитт МЕ-262. Все-таки хорошо, что немцы так поздно его сконструировали, а то еще неизвестно, чем бы там все закончилось. А теперь вопрос на Токам. Что это за ракета? Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Обложка журнала Life. Кстати, я уверен, он наверняка есть где-нибудь на ebay, и его можно купить. Посетители с интересом рассматривают витрину. Есть Survival Gear. Это спасательный набор, основным элементом которого является охотничий нож. Константину Феоктистову с восхода он не понадобился. А вот команде с восхода 2 весьма пригодился, по крайней мере, психологически помог им. Они сбились от курса, от точки посадки на 2000 километров. И рассказывали потом, что пока они ждали спасательную команду, то слышали бой волков. Прекрасная статья, заглавленная словами Кеннеди «Мы позади». И далее перечень того, где и в чем советы были первыми. 1961 год, первый человек в космосе. 1961 год, первый день на орбите. 1962 год, первые два человека полетели в космос, имеется в виду вместе. 1963 год, первый длительный полет. 5 дней. Можете себе представить, тогда это был длительный полет. Наконец, опять-таки 1963 год, первая женщина в космосе. А сейчас вы можете подробно рассмотреть костюмы космонавтов СССР и США, ну, собственно, и сравнить их. Первый выход в открытый космос. Кто его совершил? И обратите внимание на возгласы, там вот туристы американские это все рассматривают. «О, боже мой!» – кричит ребенок. «Не пугайся!» – успокаивает его мама. Освоение луны СССР против США – советская приспособа для лунной походки. Туристы фотографируются напротив советских достижений. Ну, а теперь еще один вопрос на токам. А вот это что такое? Стенды, посвященные орбитальной станции «Союз». А вот прекрасный снимок, сделанный с помощью американского спутника «Шестиугольник», или, как его еще называли, «Большая птица». Здесь показан снимок «Севернодвинская» и подводная лодка класса «Тайфун». Увеличение в 80 раз. Карты СССР, показывающие расположение на ней системы радаров. Они были обнаружены с помощью спутника «Граб-1». А сейчас кусочек экскурсии от американского гида. Она говорит, что вот в том углу показан первый выход в открытый космос, который совершил Алексей Леонов. Алексей Леонов из бывшего СССР. Потом про космические костюмы, потом про старое такое американское телешоу «Шесть миллионов долларов». Стенд с королевым, фотографии с первыми космонавтами. И внизу волшебная палочка Королева реально так и написана. Волшебная палочка – линейка немецкого производства, которую Королев использовал для своих расчетов. А волшебной ее назвали его коллеги. А вот это Иван Иванович, манекен, который был запущен за неделю до Юрия Гагарина. Я, кстати, об этом не знал. Написано, что аналогом Ивана Ивановича в Америке является манекен под именем Джон Долл. Техники были настолько смущены схожестью Ивана Ивановича с живым человеком, что специально написали у него на лбу «Модель». Это на тот случай, если во время приземления на него не набредет какой-нибудь другой человек. И это, чтобы не смутило уже его. И дальше стенд. Вы можете себе представить давление на Америку. Обложки с кричащими заголовками. Русский триумф в космосе. Что это значит? Лунная гонка. Карикатуры на эксплойеры «Спутник». Всевозможные документы, которые у нас ты не везде увидишь. А вот это крайне умилительно. Музыкальные инструменты, которые американские космонавты Вальтер Широ и Томас Стаффорд использовали в 1966 году, чтобы сыграть джингл-беллс. Набор американского космонавта Этапы развития покорения космосом человека. Началось оно с Советского Союза. Ну и напоследок панорама сверху. Вальтер Широ и Томас Стаффорд Им. И вот выходишь ты с этого музея, такой преисполненный, как я уже сказал, гордостью за собственную страну. Ну вот было время, уделывали мы американцев, Америка кричала позади. То есть этот слоган «догнать и перегнать Америку» реально сработал. То есть 60-е годы. И вот представьте себе, 67-й год, пик этой самой космической гонки. И вдруг выясняется, что в Дели к американскому послу пришла одна женщина и попросила политическое убежище. Ну, бывает, все бы ничего, если бы эта женщина не являлась дочерью Иосифа Сталина Светланой Аллилуевой. Я даже не могу себе представить, что подумал и почувствовал в тот момент этот самый американский посол в Индии. Светлана Аллилуева дала несколько интервью отечественным нашим журналистам. И в одном из последних, во время которого она говорила исключительно на английском языке, потому что она сказала, что «я не хочу разговаривать с вами на русском», хотя до этого она дала несколько интервью на русском языке, но тем не менее, она произнесла совершенно потрясающую фразу. И все это было показано по первому каналу. Я ненавидела Россию, ту, советскую Россию. И я никогда не вернусь в Россию. Мой коллега Егор Яковлев рассказал мне дивную историю. Я просто сделал об этом пост. У себя в группе и один очень умный человек вот эту фразу прислал ему и сказал, «Вы представляете, и это ваш друг постит». Я просто написал ее текстом. Ну, что я могу сказать? Люди хрен на блюде, как говорил мой мастер. То есть человек решил, что это моя фраза о том, что я ненавижу советскую Россию. Я ненавидела Россию, ту, советскую Россию. Мы вот в разговоре с Егором решили абсолютно логично, что, конечно же, дети за отца не в ответе. В ответе ли отец за детей? Ну, большой вопрос. На мой взгляд, наверное, все-таки в ответе. А если даже не в ответе, то я могу вот рассказать про один, назовем его приказом. Был выпущен он, я позволю себе шпаргалочку взять в руки, 15 августа 1937 года. Подписан, ну, естественно, наркомом тогда внутренних дел Ежовым. Он возглавлял это ведомство. Назывался он, номер у него 00486, об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины. Ну, и, соответственно, согласно документу, жены этих самых репрессированных изменников Родины подвергались также репрессиям на сроки от 8 до 10 лет. А их дети отдавались в детские дома. Надо сказать, что не все дети отдавались в детские дома. Не все жены были репрессированы. Но пострадавших было довольно много. Я сейчас просто пишу как раз сценарий для выпуска проекта Иванова с перцем про товарища Спиридонова. Вот как раз там дочь его являлась врагом народа и пишет в своих воспоминаниях, с чем ей пришлось столкнуться. Ее, слава богу, ни в какой дом не отдали. То есть, да, наверное, дети не в ответе за родителей, но вот это тогда что? Поэтому как рассматривать поведение Светланы Аллилуевой, это, конечно, личное дело каждого. Но вы должны понимать, какой был нанесен удар имиджу СССР. Ладно бы, она просто туда свалила и, в общем-то, сидела тихо, мирно. Но нет. Во-первых, она сразу же начала вести, ну, такую, открытую светскую жизнь. Она выпустила книгу «20 писем другу». Друг это такой насказательный, на самом деле, друг. Это был не какой-то конкретный человек, а некий образ собирательный. Эти 20 писем другу, мне кажется, нанесли удар по имиджу Советского Союза больше, чем все произведения Солженицына вместе взятые. Ну и всех там остальных дали по списку. Светлана Аллилуева по... Ну, я читал разные цифры по... Согласно некоторым из них, она заработала на этой книге полтора миллиона долларов. Другим, согласно сведениям, два с половиной миллиона долларов. Ну, может быть, это имеется в виду вообще все ее литературные труды, потому что она не только это выпустила. Я хочу сказать, что это и по нашему времени, в общем-то, неплохие деньги. А тогда, в 60-х и 70-х, ну, это чуть больше, чем дохрена. Она вышла замуж за американского архитектора, взяла себе псевдоним Лана Петерс. Ну, Светлана, кастрированное имя, получила Лана, чтобы американцам было проще произносить. Путешествовала по миру, наслаждалась жизнью, постоянно переезжала, но супруг ее, как выяснилось, женился на ней исключительно потому, что он хотел построить ранчо и прогорел. И, в общем-то, она, ну, нельзя сказать, что она осталась нищей, но большинство вот заработанных денег ушло туда. Уехав из Советского Союза, Светлана оставила здесь двух детей, мужского и женского пола. Ну, она потом оправдывалась тем, что они были уже взрослые, это действительно так, дочери было 17, сыну было, по-моему, 21 год на момент ее побега. Они были от разных отцов, потому что у нее до этого уже было несколько мужей, и вот, опять-таки, биография одного из ее мужа крайне характерная. Мало того, что его звали Джон Рид Сванидзе, ну, понятно, что Джон Ридом его назвали в честь писателя, который очень сильно сочувствовал советской России и, как вы знаете, даже отобразил это в литературном произведении небезызвестном. Он был сыном брата первой жены Сталина, и, казалось бы, ну, ему должна быть обеспечена, там, ну, если не карьера, ну, по крайней мере, может быть, даже какое-то покровительство и так далее. Но я не знаю, по какой причине, ну, даже родню своей жены Иусеф Исарионович не просто не пожалел, да, а, ну, в общем-то, в 1938 году семья была репрессирована. Он оказался тем самым сыном врагов народа. Когда ему было 11 лет, его возили на Лубянку. Требовали там каких-то показаний от него, чтобы он, там, признал вину своих родителей, покаялся и так далее. В 1943 году он загремел в психушку в Казани. В 1948 году его отправили в ссылку и, в общем, вышел он оттуда только после смерти своего, в общем-то, замечательного родственника, после чего и сошелся со Светланой Аллилуевой. Но брак у них не удался. Светлана Аллилуева в чем-то была, на самом деле, в отца. Очень такая жесткая, в чем-то требовательная девушка. Причем достаточно избалованная. Опять-таки своим отцом он там устраивал интересные развлечения, когда она была командиром и командовала всем высшим составом партии, заставляла там спускаться в метро. Это папа придумал такую игру, и они вот покорно спускались в метро, а она указывала им, куда идти и как, в общем-то, себя держать. Причем потом этот Джон Сванидзе, он сделал, ну, я не могу сказать, выдающуюся, но довольно яркую карьеру ученого. Опять-таки, позволил себе шпаргалочку. Он с отличием окончил исторический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, и, в общем, дальше он был кандидатом экономических наук, написал диссертацию, затем защитил докторскую диссертацию, ну, в общем, сделал себе вполне нормальную ученую карьеру. Умер, к сожалению, от шизофрении, но уже совсем в глубокие советские времена. Несколько лет назад социальные сети взорвало новость. И не только социальные сети, весь интернет. Вот, например, Иосиф Исарионович мог себе представить, что его внучка будет выступать главным инфоповодом для журнала «Космополитен», который поместит о ней статью, напечатает ее чудесную фотографию. Ну, или вот, я опять-таки позволю себе зачитать одну из заметок с одного интернет-ресурса под названием «Сноб». Крис Эванс, так зовут внучку Иосифа Виссарионовича Сталина, любит мексиканскую еду, наркотики и свою собаку, не любит русских журналистов и путешествовать. У нее 14 пирсингов, радикальная стрижка и татуировки «Dear Mommy» на руке. Она мечтает, чтобы ее позвали на свидание в итальянский ресторан на берегу моря и чтобы экстази тек у нее дома прямо из-под крана. Ее бесит, когда вечером она не находит в холодильнике шоколад, а в гардеробе ей очень не хватает ремня с бляшкой в виде яичников. Она бросает курить и снова начинает. Она ловит панические атаки в томографе. Она ест по 20 такос за раз, а потом рыгает в свое удовольствие приговаривая «Ммм, какая вкусная трешка». Каждый месяц она меняет цвет волос, леопардового на малиновый, а потом на шахматную клеточку. Ее парикмахер Джина – ее лучший друг. Это Джина сфотографировал Крис в драных колготках, шортиках с игрушечным автоматом и пистолетом в руках. В марте 2016 года эти фотографии разошлись по соцсетям и сопровождались осужденными комментариями. Прекрасный финал для всей этой истории, как мне кажется. Если честно, я когда увидел впервые эту фотографию, а я тогда работал в плянце журналистики, я, честно говоря, прифигел. Я и сейчас-то не являюсь поклонником Иосифа Виссарионовича, а тогда и тем более. Но я могу себе представить, как оскорбит чувство верующих в его светлое дело. А под верующими я подразумеваю тех, кто свято верит. Неважно во что. Можно же в Бога Иисуса Христа, а можно в святого Сталина верить. И, к сожалению, я иногда эти чувства оскорбляю своими вот такими рассказами. Хотя, как вы можете видеть, я ничего не придумываю. Я вам просто показываю то, что гуляет по интернету и определенные медицинские факты, как, например, самый главный. Дочь Иосифа Сталина сбежала в Соединенные Штаты Америки и закончила свои дни фразой, что я ненавижу советскую Россию. Какой прекрасный финал. Я не знаю, что с этим делать. Конечно, будет огромное количество оправданий, негодований и так далее. Кстати, к внучке вообще никаких претензий нет. Потому что, как она сама пишет, она никогда и не знала, кто вообще такой Иосиф Сталин. Она знала, что у нее есть дедушка, который на фотографии с Черчиллем и Рузвельтом сидел. Но то, что он там, как она писала в своих... Не писала, а как она говорила в одном из интервью, то, что он тиран, я и не догадывалась. Об этом ей мама рассказала, дочь Иосифа Виссарионовича. И вот как здесь бороться за имидж Советского Союза? Ну, то есть я понимаю, что у нас Сталин сейчас на пьедестале. Но, допустим, возьмем среднестатистического американца, у которого мозги не замотнены вот этой всей истории. И который в 60-х годах наблюдал вот эту самую космическую гонку. Там же потом еще был прекрасный Карибский кризис и все такое прочее. И тут, бабах, доченька эмигрирует. Какой он должен сделать вывод? Где лучше, где хуже, по его мнению, должно быть? Ну, явно не в той стране, откуда бежит дочь ее главного руководителя, который эту страну построил. Или, может быть, по-другому? Возможно, по-другому. Возможно, у вас есть на это свое мнение. Можете оставлять его там вот в комментариях. Я же по традиции хочу вам напомнить, что у меня проходят экскурсии в Петербурге и Москве. В Москве они начнутся с 23-го числа, с 23-го августа. И пойдут, собственно, косяками. Как правило, в пятницу вечер, в субботу первое половина дня. Правило, проходят в среду вечером и на выходных. Либо, если еду в Москву, то в воскресенье. Масса разных тем и про Невский, и про революцию, и про терроризм, и про то, и про сё. Вот, буквально, сегодня я был в Большом Казначильском переулке. Сходил в музей, разночинный есть такой музей. Там есть мемориальная комната Владимира Ильича Ленина, который жил там почти год. За углом там бани, где Савенков отдыхал после теракта, во время которого был убит Вячеслав Константинович Плеве. Рядом Семеновский плац, где казнили Петрашевцев и Первомартовцев. Тут же, собственно, уникальный Витебский вокзал, фактически бесплатный музей. И обязательно там сделал экскурсию, скорее всего, в начале сентября. В общем, все анонсы есть вот там. Также напоминаю, что мы едем в Берлин в октябре и в ноябре, и в Париж в конце января. Если вам это интересно, то пишите мне на электронный адрес, который я укажу вот там. Хочу сказать, что если у вас нет в соцсетях, то у меня есть сайт, где есть расписание всех экскурсий. Я тоже его укажу вот там. Ну и, собственно, аккаунт в Инстаграме. Это вот три рабочих инструмента. Социальная сеть Facebook для меня абсолютно дохлая. На этом все. Комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok